Врата седьмые Возвращение, подзаголовок, разъяснение нашей обязанности, возвращение к Всевышнему, понятия, определяющие вещи, связанные с Ним. С вами прошли уже шесть глав, которые постепенно привели нас к этой главе, к этим вратам. Эту последовательность объясняет и сам автор. Давайте обратимся к тексту. Сказал автор, после того, как темой предыдущей части нашей книги было смирение, которое является основой возвращения к Всевышнему и началом его, я счел необходимым поговорить сразу после этого о возвращении, определяющих его понятия и о том, как достичь в нем полноты и совершенства. Во-первых, слово «возвращение», что оно означает? Надеюсь, что для многих это слово оно понятно, ясно. И, по-видимому, оно даже более знакомо на иврите для всех. Называется «чува». А тех, которые исполняют «чуву», их называют «балей-чува». Так у нас называют это на иврите. По-русски люди, возвращающиеся к своим источникам, начинающие соблюдать Тору. И, может, уже сейчас скажем о том, что во времена Робейну Бахья не было реальности, что в настоящее время были люди, которые отходили от еврейской жизни, которые вообще в ней не находились, точнее, и потом приходили к ней, как в наше время. Реальность была совершенно другая. Когда он говорит о возвращении, он имеет совершенно другое значение, он придает этому. И мы дальше это проясним подробнее. Так или иначе, мы «балей-чува», и эта тема касается, казалось бы, нас в первую очередь. Если мы уже носим этот титул, многие из нас его избегают, многие, наоборот, с большой радостью, даже воодушевлением, готовы объявить себя как «балей-чува». Пришло время прояснить, что это такое. Так вот, говорит нам автор Робейну Бахи, о необходимости. Пришло только прояснить эту тему. То есть она стояла все время, только надо было дождаться момента. Вся книга, она построена с очень выверенной точностью. И вот место вот этого обсуждения темы возвращения Чувы. Оно только после того, как мы прояснили, в течение многих-многих занятий, тему смирения. То, что мы называем смирение, скромности. Почему? Потому что только человек смиренный, он тот, который может прийти к Чуве. Смотрите, как он говорит. После того, как темой предыдущей части нашей книги было смирение, которое является основой возвращения к Всевышнему, и началом его. Основой и началом. Ну, и о чем необходимо поговорить после этого о возвращении. И так далее. О, отчуве. Об этом мы еще будем говорить. Это будет тема, очень центральная тема. Но уже тут надо сказать. Многие из нас действительно считают себя более Чува. На базе чего? Как правило, на базе того, что человек принимает какие-то внешние атрибуты еврейской жизни. Самый такой, наиболее наглядный, бросающийся в глаза, он переодевается. Ну, вместо того, чтобы ходить, все как на улице, как привычно, пестро, начинают одеваться в черно-белый костюм, там, не знаю, там, рубашка белая появляется. И парик, головной убор, очень-очень непросто. Кто это прошел, знает, сколько это стоило. Сколько это стоило. Многие полагают, что после того, как это прошло, прошли уже этот этап. После того, как приняли уже, как бы, первые, первые атрибуты еврейской жизни, как-то соблюдение субботы, кашрут. Что это тоже очень непросто, особенно для тех, кто живет за пределами Израиля. Очень-очень сложно. Полагают о том, что, ну как, ну вот мы и есть болеть чува. Ответ он о том, что, по-видимому, чува даже еще не началась. Даже не началась. Если он определяет, что начало и основой чувы, то есть этого возвращения, является смирение, то пока в нашем сердце нет смирения, хотя бы частичного, хотя бы осознания, что это существует, это смирение, мы не являемся болеть чува. Мы не являемся примером Бальчуа. Бальчуа – это человек, который осознает тяжесть своего прошлого. Ему нечем гордиться. А как часто мы встречаем. Может быть, в нашей публике гораздо меньше, да, по разным причинам. Может быть, специфического нашего происхождения. А особенно тут, в Израиле, находим людей, которые делают чуву. И вот с гордостью, с ихним поднятым носом, как, образно говоря, как они были до этого, точно так же, только переодеты. Согласно этому, их поведение позорит, позорит еврейскую жизнь, позорит все. Причем они совершенно не понимают, а в чем тут проблема? Я же, в принципе, самое сложное, самое основное сделал. Так и вот в состоянии переодетом человеке находится. Порой не меняя даже мировоззрение у него, как были какие-то мировоззрения, такие они остались. Душа какая была, так и осталась. Основная проблема, которая есть чисто, бросается в глаза, особенно вот в нашей публике. Как вот, в Израильской это одно, будем говорить больше ближе к нам. Особенно у ребят. Многие пришли, особенно в последние десятилетия, в основном пришли уже по какому-то стандартному пути, находились в Ишиве, учились. А акцент в этих Ишивах делается на учебу. То, что должно произрасти в душе человека, изменения и желания меняться, все приобретается и дома, и долгим длинным путем, в котором растут те, кто не как мы, а те, кто с детства в этом выросли. А человек, который пришел снаружи, его поместили в Ишиву. Он изучает Тору, учит Талмуд. В принципе, он попал в университет по Талмуду. Если там не делает акцент, в том месте, где он учится, на мусар, на еврейскую этику, то есть дополнительно к учебе, и не развивает в человеке желание себя менять, в первую очередь, качество смирения, то он продолжит эту жизнь, и он просто не поймет, почему у него ничего не получается. То есть вроде бы в теории должен быть, например, мир в доме, дети должны быть какие-то воспитанные. Он все это знает, но у него не получается. Вроде бы учеба идет, предположим, да, идет. Понимает, разбирается. Но в доме, вот как по-советски было, так и осталось, и ничего не повинялось. Это не Бальчук. Это что-то внешнее. Естественно, что это внешнее надо очень ценить. Естественно, что это очень непросто. Естественно, что это... И это достойно самых великих похвал, и ценит Всевышний этого и так далее. Но мы же сейчас говорим о вещах по сути. То есть, так как мы не обращаемся никому конкретно, а говорим в лекционной форме, то можно об этом говорить, чтобы это не должно никого задевать. Бальчува – это великое звание. Как дальше мы поймем, это великое звание. Удостоится его. Может, только тот, кто много работал над собой, и действительно пришел к этому высокому уровню. Бальчува – человека, который возвращается к Всевышнему, да, но только база – это смирение. Это основа и база возвращения. То есть, отчувы – это смирение. Но это в двух словах. Я надеюсь, мы об этом еще будем говорить. Это очень-очень важная, как вступление совершенно необходимое для нас. Продолжает говорить Ирабейну Бахей. Прежде всего, я намереваюсь говорить об обязанности возвращения и необходимости его. Видите, как сразу же четко определено. Я намереваюсь говорить об обязанности возвращения, необходимости его. То есть, есть вещь, которая, она обязана должна быть. Необходимость его. Почему необходимость его? Понятно, что нужно делать чуву. Но почему она обязана вообще? Чува – это начинается с какого момента? С момента тогда, когда есть что в себе менять, что исправлять. Значит, до этого что-то уже натворил. Снова, надо задуматься над этим. Мы так с легкостью говорим о понятии чува. Совершенно необходимо, нужно, еще до этого нужно смирение и все-все про чува. Кто сказал, что это чува? Это вещь, которая необходима. Ведь понятие чува, исправление и возвращение, это после того, как человек отдалился, ну, ты теперь возвращайся. Но кто сказал, что человек отдалился? Может быть, он не отдалился. Может, он праведник, который никогда не совершил никакого преступления, прегрешения. Какого-то вы знаете. И вот он говорит интересную вещь, которую каждый из нас должен знать. Он говорит о том, чтобы служить обязанности возвращения, необходимости его. Нет реальности без того, чтобы человек что-то не натворил. Согласно этому, необходимо, чтобы в мире было то, что исправляет это, чтобы была чува. Ведь нам уже стало ясно из доводов нашего разума и сказано в Торе, что человек не исполняет до конца своих обязанностей перед Творцом. Видите, как он сразу это объясняет. Только не говорите о том, что... Секундочку. А можно без чувы? Можно. Ну, нам точно нет. Мы даже говорим сейчас снова о тех людях, которые жили во времена Робейнубаха. И там не было светских людей. Не было тогда реальности, которая есть сейчас. А там были люди, которые, условно говоря, отступили от еврейской жизни. Упали, согрешили. Теперь им дается возможность исправления. Так вот, он говорит, как же вы так огульно обязываете всех делать чего? Он говорит, как, почему, а потому что вот сначала давайте я приведу доводы разума. А потом, как всегда, он приведет нам источники истории и покажет нам о том, что чува – это вещь совершенно необходимая. По какой причине? Потому что человек не исполняет до конца своих обязанностей перед Творцом столько, сколько ни рассказывай, сколько ни показывай себя, как будто ты самый большой праведник. Продолжает говорить Робейнубахе, наш разум объясняет нам причины этого. Мы видим у человека переменчивость природных его сил, коренные отличия составляющих его основ, полярность его духовных качеств и разнонаправленность побуждения его. И неизбежным следствием всего этого становится противоречивость его дел, сообразно переменчивость и неподстоянство всех упомянутых выше факторов. Отсюда протекает все похвальное и предусудительное, несправедливое и справедливое, доброе и дурное в человеке. И отсюда же необходимость для него, руководства Тора и традиции во всех жизненных путях. Говорите, что он нам говорит? Что он говорит? Реальность тогда, она была другая, очень далекая. Но он говорит о ней, он говорит о ней. Нам же надо больше это приблизить к нам, к нашей реальности. В нашей реальности человек вот так, с улицы, с тех пор, как пришел в мир, атеизм, назовем это, и увел практически все большинство человечества от какого-то страха перед Всевышним. Его нету. В мир пришел индивидуализм. Если нет Бога. То есть, как вы помните, говорили, есть господин, есть раб. Нет вообще этих отношений. Я сам по себе завяжу. Я живу как хочу. Это то, что принес атеизм в конечном итоге. Никому не обязан. Как у нас говорят, каждый сходит с ума. По-своему. Пожалуйста. Живите как хотите. В такой ситуации, по-видимому, самое основное, что человек, как бы, он ощущает, что вот чего точно нет, нету, да, вот чего нет. У меня проблем, да. То есть, да. Спроси человека, вот с улицы, который, что у вас, какие там, может быть, еще, не дай Бог, скажете слово, грехи, прегрежения, вообще, он даже не поймет, о чем вы говорите. Этого слова нет в лексиконе вообще. Для того, чтобы у человека было понятие грех, должно быть понятие запрет. Почему это должно считаться грехом? Если все разрешено, то никаких грехов принципиально не может быть. А, человек берет на себя какие-то ограничения, какие-то рамки морали, все это относительно. Одного это считается моральным, другого считается аморальным. Потом поменяются местами, придет новое поколение, все уже. То, что раньше считалось моральным, пришло новое поколение людей, говорят, это нормально, все это хорошо, все уже можно и так жить, и можно и так жить, и можно вместе с семьей, как угодно. Многие вещи поменялись полностью. Другими словами, человек живет с чем? С такой, знаете, как презумпция невиновности. Ани Беседр, у меня все нормально, я хороший, я хороший. Без грехов, без пятнышка. Приходит Рабейн Убахи, все это снова мы переводим на нашу эпоху, и говорит нам, послушайте, ну, те, кто погряз в этом, и вы их понятно, настолько они погрязли в грехах, что они даже не чувствуют, что они в грехах, как рыба не знает, что она в воде. Так они не знают, что они живут в грехах. Но те, которые пытаются как-то выбраться, пытаются это почувствовать, они должны знать, что даже если человек делает чугу, и в его глазах, предположим, что он становится таким, знаю, там, праведником, почему-то, потому что он жил праведной жизнью, он себя поменял, и он, вы слушаете, он говорит, ну, природа же человеческая, только подумайте сами о себе, она же не такая. Природа, она сама по себе не позволяет нам жить ровной, праведной жизнью. Вообще, человеку не свойственно вот такое постоянство в своих ощущениях и внутренней духовной жизни, душевной жизни. Простите внимание, животные, на них есть постоянство. Если проследить какое-то долгое время за каждым видом животных, мы видим, что есть полное постоянство. в момент, когда он сытый и в момент, когда он голодный. Да, приблизительно мы знаем, что, чего ожидать. Никаких изменений нет. Да, посмотрите, что происходит на пастбище, я знаю, где-то в джунглях, все приблизительно одно и то же. То ли переваривает пищу, то ли добивает пищу. Человека не так. У нас есть столько много побуждений и полное их отсутствие. У нас есть приливы, отливы сил. То ли мы хотим, то ли мы не хотим. Настроение. Настроение. Даже у людей, я не говорю у людей эмоционально таких развитых, скажем, эмоции их с одной стороны, в другую сторону угоняем. Даже у людей более устойчивых, эмоционально. Тоже есть эти приливы, отливы этого настроения. И тогда что? И тогда есть, в один день человек, он может быть очень жалостливый. А в другой день он жестокий. В один день он ходит с ощущением, что он всех любит. И вообще, он услышал занятия про любовь, и в это провелось его чувство. И он, 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 он всех любит. Шло несколько дней, накопилось несколько негативных моментов в его жизни, и он почувствовал, как он всех ненавидит. Ненавидит. Как-то? Получается, что постоянно есть какое-то изменение, то есть, постоянно только факт изменения есть. Это единственное постоянство, которое есть. Постоянно меняется. Up and down. Поэтому, смотрите, что он говорит. Переменчивает природных его сил, все природные силы, они меняются у него. Коренные отличия составляющих основ, называют это по-другому. Полярность его духовных качеств и разноправленность побуждения. Видите, то от любви к ненависти, от жалости, это, 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 это все не позволяет человеку вот этого устойчивого душевного состояния, тогда, когда он пришел к идее исправления, пришел к какой-то другой жизни, и вот отсюда и дальше он, вот он пойдет по ней таким уже устоявшимся, уверенным стопроцентным путем. Вовсе нет. Теперь, вот он говорит о результат какой, и отсюда приистекает все похвальное и предосудительное, несправедливое, и справедливое, доброе, дурное в человеке. И отсюда же необходимость, для него руководство, второе традиция во всех жизненных путях его. То есть, говорили, если меняется его настроение, меняется состояние душевное, то в один день мы все находятся в нем все похвальное, а в другом предосудительное. Иногда он понимает мир, так сказать, как мир несправедливый, а иногда как справедливый. И то же самое, дурной, хороший в человеке находится, и то, и другое находится. Нет постоянства, нет постоянства. Значит, что должен, что говорит нам Рабину Баха? Он говорит так, давай первым делом, это называется, пойми, о том, что нет человека, который не грешит. Не существует. Он это не говорит, то, что я сказал, сейчас дальше поймем, что существует теория великие праведники, которые никогда не грешили. И они не только в теории, они и в практике, и в жизни существуют. Они известны, правда, известны даже поименно, но явление это, оно исключительное. И порой бывает, что даже есть поколение, в котором нет такого праведника. И дальше мы вернемся к этой теме подробно. Все праведники, о которых мы говорим, это люди, которые отходили, приходили, отходили, приходили. То есть, те, которые падение только было еще средством для того, чтобы приблизиться к Всевышнему. Так или иначе, первое, что он нам доказал, о том, что чува, возвращение, все, что с ней связано, это нечто совершенно необходимое в этом мире. Почему оно необходимо? Потому что человек неизбежно будет отходить от Всевышнего, значит, надо все найти силы и пути, как вернуть себя к нему, то есть, возвратиться к нему. Туф, это первое, что он говорит, это на основе обращения к разуму, то есть, разум все это нам доказал. Он говорит, давайте обратим внимание, что написано по этому поводу в Торе. И говорит он, и вот, что сказано в Торе об этом, и в Писании об этом, ой, как много сказано, только цитирую часть, ибо, так он цитирует, о естественных силах побуждения человека. И побуждение сердца человека к злу от юности его. Это написано в Торе Берешит, в самом начале. Так же сказано там же в книге Берешит, и вся склонность мысли сердца его только к злу весь день. Еще сказано в книге Йов, подобным дикому осленку рождается человек. Там же сказано, даже луне не светить. Это надо объяснить, что имеется ввиду. Еще дали тем более человек, который тлен, и сын человеческий, который червь. Йов там же сказал, еще, и чему достоится перед Богом рожденной женщиной. Надо понять, что говорит, это изучение псуким, это отдельная учеба, что кроется за всем этим. Он говорит, что то, что мы вначале объяснили, и должно было быть понятно при помощи нашего разума, разум нам должен объяснять этот вывод, что чува это вещь необходимая. Мы находим этот источник в самой Торе. Снова повторим этот принцип. Рабейну Баха придерживается принципа всей книги. Вначале он обращается к разуму человека, чтобы он сам понял, сам пришел к этому выводу, а после этого он всегда приводит нам источник, где это находится в Торе. потому что мы можем ошибиться, это как проверка пелес, пелес, это как противовес, как? Отвес, да, отвес, чтобы это было ровно, надо знать, что это точно, проверка должна быть. А проверка, если это в Торе написано, если в Торе это написано, значит, и наша мысль, она была правильной. Поэтому всегда после того, как обращается к разуму, он приводит подтверждение истории. и говорит Тора, а что такое Тора? Тора, назовем это в этом обсуждении, в этом смысле, что это Тора, это источник знания о наших душевных силах, это карта того сотворения нашей души. И это план. И там, из этого плана, что там написано? Что там написано в описании этой конструкции? О том, что, послушай, там в душе твоей после того, как уже первый человек сотворил грех, то после этого уже душа человеческая, она по природе, она греховная. Видите, как сказать, склонность мысли сердца его только к злу везде. Что кроется за этим? Склонность мысли сердца человека. у человека есть то, что называется инстинктивная реакция на все. Вот здесь первая мысль называется. Первая мысль. Амускалер решил. То есть у нас, значит, первая реакция на все. Что-то спросили, раз ответили. Или что-то произошло, мысль пробежала. Или просто нас оставили в покое, мысль произошла. так вот у людей, у человека простого, как вы, как я, тут написано, ибо побуждение сердца человека к злу от юности его, что не придет. Вся первая реакция наша от злого побуждения, оно не из чистых мест. Надо заметить, что у праведников, которые работали всю жизнь над собой, для того, чтобы это сердце очистить, от примесей, от нечистоты, у них точно наоборот. Именно первая реакция, первая вот эта инстинктивная она всецело из чистоты исходит от душа от святости, от тары самой. Рассказывает, что Стайпер всегда посылал людей с вопросами к Равшаху. Что он говорил там? Знаете одну вещь? Когда вы спрашиваете что-то Равшаха, то знаете, что первое, что он вам ответит, это да Тора. Да Тора это мнение Тора. Это мнение Тора. Почему? Потому что он никогда ничего другого не учил, ни о чем никогда, ни о чем другом никогда не думал. У него нет просто ничего другого. поэтому вся сущность его, суть, первое, что реакция, это есть, это сама Тора, почему он другого не знает. Но знаете, что он предупреждал, если вы будете его убеждать и приводить доводы так, и доводы по-другому, то вполне возможно, что он передумает и скажет мнение другое. О, это уже будет мнение Равшаха. Это не будет Тора. это не будет уже мнение. А у нас, у нас к слову сердца только вот нехорошим мыслям. И каждый из нас знает, особенно, особенно, когда человек оставит в покое перед сном или где-то в автобусе засыпает, он знает, какие мысли ему приходят. Как их назвать? Пустые назовем их. Пустые в прямом и переносном смысле. Они не мысли Торы. Не мысли Торы. Поэтому, если это так, если у нас мысли такие, то явно порой речь такая, и наверняка и деяния такие. А если так, то реальность Чувы, она вещь совершенно необходимая. Итак, что нам сделал, сейчас проделал с нами Рабейн Убахи, он как бы доказал нам, обращаясь к разуму и из источников истории, о том, что Чува вещь необходимая. Продолжаем. И поскольку стало ясно, что человек не исполняет своих обязанностей перед Богом. Не исполняет. Понятно, ясно, да. Он был славянный, оказал ему великую милость, предоставив возможность исправить ошибку и возместить ущерб, причиненный служению, раскаившись и вернувшись к нему. И это из любви к человеку и жалости к нему. А затем Творец направлял и поощрял человека к возвращению и обещал его возвращение через рабов своих пророков и дал нам многие возможности и поводы для оправдания перед лицом обвинений в том, что мы отходим от пути служения ему и обещал принимать нас, когда мы возвращаемся принимать быстро и с желанием даже если непослушание наше и нарушение завета было долгим. Ай-яй-яй-яй. Ну, смотрите, тема чубы разбирается у нас каждый раз перед Рожешина, особенно перед Йемки-пуром в месяц Эллюлю и перед Йемки-пуром. Все наслышаны, все знают. Ну, вот-вот-вот тут находятся одни из источников, которые написаны у наших мудрецов, что мы поняли о том, что чува, о которой мы с такой простотой говорим, это великая милость. Что значит великая милость? Ну, нам кажется, что чува, чува, это часть, часть, часть мира, часть, вовсе нет. Чува, это есть явление самое неестественное, которое только может быть. Самое неестественное. Почему? Это как в природе. Вот, смотрите, человеку творец повелевает, овладеет природой, ведь он сотворил ее для человека. И действительно, человеку принял этот вызов, стал ее изучать. Более того, использовать свои нужды, да, то есть, он, то есть, те, кто изучает, ученые, кто это переводит, свои нужды, это инженера, конструкторы, технологи, да, очень прекрасно, очень хорошо, да. Но все они прекрасно знают одну вещь, которую не в состоянии поменять. Нет, нет такого. хотя идеи всякие разные, фантазии хватает больше, чем надо. Одно понятно, ясно, что если захотим, захотим, вернуть вспять время, у нас не получится. Все попытки создания машины времени остались на уровне фантазерства, не более того. Или каких-то теоретических идей, да, можно, нельзя, можно. Но факт тому, что стрелу времени вспять нельзя повернуть. И если есть что-либо неестественное в этом мире, это чува. А что такое чува? Чува это исправление поступка, которое уже сделано когда? В прошлом. Это уже наделано, уже сказал, уже сделал, уже подумал. Поэтому милость величайшая, которую дал человеку творец, он предоставил ему возможность исправить ошибку, возместить ущерб, принесенный служению, раскаившись и вернувшись к нему. То есть вот он, если человек раскается и вернется к нему, он исправит прошлое. Как можно прошлое? Что это машина времени? Ответ да. Да? оказывается, что человек, который исправляет себя, исправляет себя, он исправляет это в прошлом, точно так же, как и в настоящем. Тема эту мы обсуждали неоднократно, скажем, только в одном слове, дальше я буду говорить более подробно, вполне возможно, я не помню, далее нет. грех в конечном итоге, даже если он сотворен в этом мире, он порождает реальность в мире духовном. А так как эта реальность в мире духовном, она находится вне пространства и вне времени, то исправлять его можно в принципе в любое время, какая разница? Если уже удастся исправить, то тот факт, что мы исправляем, оно исправляет его в реальности духовной, когда он находится вне времени, поэтому исправление, оно, да, возможно. В этом смысле происходит, условно говоря, как бы перемещение человека в свою прошлую жизнь, исправляя там, он исправляет ее по всей оси времени, в одно и то же время. Так или иначе, надо знать, что сама по себе это чува, это как чудо, это неестественное явление, поэтому тут ее называют милостью, и так ее называют везде, везде, все наши мудрецы называют чуву как подарок Всевышнего, как мило Всевышнего, и все, что связано с этим, да, то есть человек, то есть а затем Творец направил, поощрил человека к возвращению, то есть после того, как сотворил возможность Чувы, по своей милости, по своему милосердию, он теперь направляет и подчиняет человека к возвращению, причем обещает ему через это возвращение, пообещал через пророков, и дал нам многие возможности и доводы для оправдания, то есть когда дойдем до того, чтобы делать Чуву, то есть у нас много средств для того, чтобы осуществить ее и как оправдать себя, то есть мы отходим от путей служения Творцу, а Творец сам дает нам эту возможность исправления этого, и обещал нас принимать даже когда мы возвращаемся, принимать быстро и с желанием, быстро и с желанием, получается, что исправляя себя, человек как бы приближается к Творцу, и приближается, и тут надо заметить интересную вещь, очень-очень важно, величие Чувы, оно этого возвращения, оно до такой степени ценимо Всевышним, что оно подымает человека еще на более высокий уровень, чем он находился до греха, а ну снова послушайте, эта вещь очень центральная, эта мысль, она как бы основная, человек находился на определенном духовном уровне до согрешения, после того, как он согрешил, он упал, предположим, что он исправил этот грех, исправил его полностью, как положено, он подымается, куда, на тот же самый уровень, он возвращается на свое это же ответ, нет, он подымается чуть выше, на что это подобно, говорят, что душа человека, условно говоря, привязана веревкой к Всевышнему, веревкой, когда человек грешит, что он делает, он обрубает веревку, теперь, он хочет исправить эту ситуацию, как она ее можно исправить, когда веревку обрубили, отрезали на две части, давайте ее что сделаем, свяжем, теперь, если мы ее свяживаем, даже очень экономно, очень-очень экономно, ну, теперь общая длина этой веревки, она стала длиннее ли, короче, короче, значит, мы, наша душа теперь Всевышнему, она ближе, чем была до того, как, все, хороший пример, для тех, кто слышал, продолжает Рабейн Бахи и говорит, то, что мы уже упомянули, необходимо упомянуть, после того, как он дал Чуву, надо что знать, о том, что вот, два вида бывают у нас, у нас есть праведники, мы говорим о праведниках, людей, которые живут праведной жизнью, говорит, бывает двух видов, к одному из них принадлежат такие, которым удается избежать греха и несправедливости, а второму отвратившиеся от греха, по-русски более понятно, да, те, которые изначально не согрешили, и те, которые, да, согрешили, но им удалось исправить свой грех, и эти праведники, и эти праведники, как называют, и именно таких, то есть, тех, которые вот отправляются от этих грехов, исправляют их, большинство, и потому царь Давид говорит вначале о них в своем стихе, счастлив у дел того, чей грех прощен, чье преступление покрыто, и только после этого упоминает других, никогда не согрешившись, хотя те, естественно, образом же были предшествовать вернувшимся, ведь каждый вернувшийся был безгрешным праведником до своего греха, но не каждый безгрешный грешит, и потом возвращается, а, это еб, какой он, тем не менее, этих никогда не грешивших праведников царь Давид упоминает во вторую очередь, и дальше он цитирует его снова и снова, счастлив удел человека, который не вменял Всевышнего грех, и нет души его обмана, почему, потому что их было мало во всех поколениях, что он хочет сказать, мысль, она тут, она очень-очень простая, есть два вида праведников, одни праведники, как мы говорили, это праведник, который не грешил, человек, который вырос, семейство праведников, которые никогда не согрешили, в Талмуде упоминают шесть человек, которые ушли из этого мира не из-за того, что у них был грех, не по причине того, что они согрешили, то есть были люди, были люди, да, известно, были уже еще, после этого были более скромные, которые не были упомянуты, которые выросли в окружении, которое способствовало этому, и действительно никогда не грешили, но явление это крайне-крайне-крайне-крайне-крайне редкое, крайне-редкое, речь идет не о простых людях, не о грешных, речь идет о праведниках, праведники это те, которые да, могут согрешить, нет человека, который не согрешает, не грешит, нет человека, который не продержится, кто больше, чем царь Давид, все наши праотцы, обо всех сказано и подчеркнуто выделяют их не грехи, тем не менее они были праведниками, почему, потому что они не остались в этом грехе, они исправили само себя, поэтому они являются праведниками. Более того, мы видим, что царь Давид их ставит на первое место, на первое место, то есть он подчеркивает их важность, так мы видите, как тема эта еще будет обсуждена, даже выделена в отдельную главу, Рабиа Небаха будет обсуждать ее, что предпочтительно, Бальчува, человек, который исправляет, или тот, которому нечего что исправлять, кто из них вышел, тут эта тема не разбирается, правильно, она делается, он только говорит о одном, единственном, о том, что, знаете, о том, что никому не удается избежать греха и несправедливости, и тем не менее они являются праведниками, и о них речь идет, и из них мы учим о важности исполнения Чувы, да, то есть тот факт, что человек согрешил, человек жил неправедной жизнью, еще ничего не значит, на любом этапе, на любом этапе, даже перед концом своей жизни человек может исправить себя, удостоиться самого большого величия, которое только может быть, дойдем до этой темы, будем говорить подробно, это то, что объясняет нам Рабейну Бахе, Чува вещь необходимая, и даже у праведников мы находим необходимость исполнения этой Чувы, и Чува это подарок Всевышнего, подарок, который он предоставил человеку, еврею, для того, чтобы они могли в конечном итоге еще больше приблизиться к Всевышнему. Продолжает Рабейну Бахе и говорит, по этой причине, наши мудрецы, установившие молитву 18 благословений, поместили в начале, той частью, где излагаются просьбы, два благословения, относящиеся к возвращению и прощению грехов, заканчивающие словами, которое желанное возвращение, милости умножающей прощения. Рабейну Бахе хочет подчеркнуть важность, важность чувы, до какой степени чува, это что-то фундаментальное в нашей жизни. мы знаем, что до периода начала второго храма, особо период первого храма и до этого человек молился, как он своими словами. Не было текста молитвы, естественно, что не было молитвенников. Каждый человек молился, как сердце его просило, что он желал. когда пришло много бед на еврейский народ, и уже невозможно было исполнять все в той форме и спокойствия душевных, в которой это было во времена существования храма, установили мудрецы начало второго храма, и мудрецы, и пророки, которые жили, последние пророки, которые жили в то время, текст молитвы, текст молитвы. И молитва это, молитва это 18 благословений, впоследствии было добавлено еще одно, тем не менее, название осталось, 18 благословений, оно содержит два благословения, относящиеся к возвращению, до такой степени. Теперь обратите внимание, как это построено, снова и снова. А молитва 18, она построена в очень простой схеме. Есть первые три благословения, это как бы обращение к Всевышнему, позволение молиться ему, то есть, это некое восхваление Всевышнего, которое позволяет обратиться к нему. Последние три, это будут уже благодарности, а все, что посередине, это просьба, то есть, молитва, это просьба. С чего начинается просьба? Ну, мы бы с вами что бы сразу просили? Все просили. Денег бы просили? Хорошая просьба, да, но с него не начнем. Людям не нужно деньги давать без основного. А что основного, сейчас поймем. А что, ну, не деньги, так что, ну, здоровье хотя бы, да, точно так же тебе, а что тебе здоровье, если, сейчас поймем. Ну, хотя бы мира, ну, даже и это без, без чего? А основа снов, с чего все должно начинаться, это, чтобы у человека было разум. Если человек неразумный, то деньги ему не помогут, все равно их потерять. Здоровье то же самое, мир разрушит, все разрушит, все начинается с разума. Поэтому первая просьба, которая у человека есть, если только он чуть-чуть разумен, это просить разум. Это база всему. И вот обратите внимание, после того, как он попросил разум, в Деварде, предположим, что он получил разум, что после этого установили нам мудрецы, торы, пророки? Первое, что есть, сразу же после этого, это вторую браху, и третью, которая точно так же, это прощение за грехи. получается так, что после того, как разум пришел к человеку, овладел его, ведь так много можно попросить, что первое мы просим? Помоги мне сделать чего, верни меня к торе, прости меня за мой грех. Две брахи, две, два благословения, две просьбы, ведь все так сконцентрировано, все только основное, важное, только необходимое. И во всем этом списке занимает две ступеньки вопрос о возвращении, о чуве, понимаем, о том, что это находится в самом центре, в самом центре всего, а в самом центре чего. Как только разум вернулся человеку, приобрел разум, первым делом, что должен просить, верни меня к торе, верни меня к еврейской жизни, верни меня к всему, от чего я отошел, да, а если уже меня вернули, то меня же мешают мне мои прегрешения, поэтому буду просить, слахли, да, извиняюсь за мои прегрешения такие, извиняюсь за прегрешения такие, как-то сказано, умножаю прощение, милословие, умножающее прощение. Да? Важно необыкновенно важно, чтобы человек знал, что чува это постоянное состояние, которое должно быть у человека. Будем рассуждать, обсуждать это дальше. Это должно быть постоянным иначе. Видим, каждый день, три раза в день мы молимся, мы просим помощь с небес, чтобы помог нам сделать чуву. Значит, каждый день мы должны делать чуву. Видите, на такой степени эта тема, которую мы обсуждаем, насколько она важна. Теперь подводит итог этому вступлению Равейну Бахи и теперь раскрывает нам, что дальше будет происходить. Раскрывает нам последовательный план, чем мы будем заниматься в ближайшие занятия, что написано дальше в книге. А теперь нам следует разъяснить 10 вещей, относящихся к возвращению. 10 вещей. Ну, как всегда, кто следит, уже привыкли, все у него расписано, да, все очень систематично один за другим. Так вот, он разберет, сделает анализ подробнейшей темы чувы. Темы чувы. Вскоков заметим интересную вещь, очень важную, о которой уже начали, надо снова сказать. Мы болею чува. Мы болею чува. Это как сказать, я не знаю, я врач. Предположим, что это нет подобия, да, но я надо сказать врач. И человек говорит, я врач. Очень хорошо, врач, прекрасно. А вы учились, а где вы, какой институт закончили? Нет, я ничего не заканчивал. А почему же вы врач? Ну, я врач, я так считаю, что я врач. Как мы отнесемся к этому? А как ты умеешь лечить людей? А я знаю. А, знаешь, очень хорошо. но начни с себя, потом посмотрим дальше. Как это может быть, что мы, как болею чува, не интересуемся, как делать чуву? Как это может быть? Человек приходит, делай чуву. Снова не все, естественно, не из-за гулянга говорить. Очень многие, они как-то прикинули, да, вроде бы это направление, вроде бы это что-то мне, то ли даст, то ли так. Все это, естественно, в представлениях необыкновенно далеких от того, что есть на самом деле. И вот, и вот, и вот, и вот человек делает чуву. Сам не спросит, в какую сторону идти, какой сделает следующий шаг. Сколько людей падает, сколько людей отчаивается, сколько людей все это бросает, сколько разбитых жизней есть вокруг. Почему? По одной причине. Люди не интересовались, как непосредственно делаются, какие этапы необходимы, что нужно для того, чтобы стать Бальчува. Нужно выйти, надо этому учиться. А чтобы этому учиться, учиться, нужно иметь кого? Учителя. Нет такого, что есть Бальчува, и у него нет раввин, особенно в начале. Нет такого. Он запутается в двух деревьях. Не сможет один шаг сделать без того, чтобы не натворить. На кого-то не наступить, никого-то там осквернить имя Всевышнего для того, чтобы что-то не сделать. Но нет такого. У него должен быть кто-то, кто его как-то сопровождает. И это не может быть то, что называется Абрех, то есть первый человек в шляпе, это не работает. Даже все раввины, которые действительно называем раввином, не все они подходят. Сейчас, как и в внешнем мире, есть специализация. Все специализируем. Есть специалисты, он говорит, раввин по качрутам. Специалисты. Разбираются. Мы не идем к каждому раввину. Есть кто разбирается в сифреистан, в правописании, знаю, мезозот, тфилин. Специалисты. Или кто разбирается в вопросах о процентах. Очень сложный вопрос. Или такой же. Точно так же есть как бы специализация людей, раввинов, которые понимают в том, что проходит болеечиван. Просто подойти к раввину, который известен как раввина, и бальчивая вот это спрашивает. Он получает такой ответ, который, и причем он идет еще выполнять, причем пролетает около нужного направления с такой скоростью, что разбивается там в конце. А вместо того, чтобы остановиться в том месте, где надо было. Невозможно себе установить не диагноз. Невозможно принимать лекарства. Невозможно. Нужен для этого совет, специалист. Поэтому каждый, который делает шаг в сторону еврейской жизни, пытается жить духовной жизнью, он должен знать о том, что этот шаг очень опасный. Его нельзя делать без проводника, без тренера, без того, который помогает, направляет. поэтому приходит нам большая помощь. Прямо вот тут Рубейну Баха предлагает нам подробный конспект знаний о том, что есть чувак. Естественно, тут находится теория, как практически это осуществляется. Необходимо, как мы говорили, спросить раввина. Ну, давайте вернемся к теории. Что нас ждет? Первая глава будет посвящена к прояснению определения, что есть чувак. Все начинается с этого, видите, как очень методично. Вначале, что есть чувак. Определение. Второе. На какие виды она разделяется? Всегда противоположная сторона это разделение, анализ, анти-теза. Надо проанализировать это, на что это разделяется. После этого третья глава будет, что требуется от человека, чтобы он мог вернуться. То есть, все, что необходимо для этого. Четвертое. Основные составляющие возвращения. О, то есть, сейчас мы уже разбиваем это уже на более-более подробные части. Все, что необходимо для того, чтобы это действительно могло назваться чего? Возвращение. Теперь, в пятой главе условия и детали, относящиеся к каждому из них. А, оказывается, что это не только определяющие, составляющие части. У них есть еще и условия, при которых они могут исполниться, могут не исполниться. Видите, сколько есть вообще составляющих в анализе вещей. Шестая глава. Что побуждает человека к возвращению? очень важно знать, что может его побудить. Из этого поймем, какой стимул может быть. Ведь это вещь обязательная. А с другой стороны, в седьмой главе будет обсуждаться, какого рода вещи и обстоятельства мешают возвращению. Восьмая глава. Вопрос о том, может ли, вернувшись, сравняться с тем, кто никогда не грешил. Ох, видите, вот идем до восьмой главы, прояснится вопрос, кто есть кто. Может ли равняться вернувшись с тем, кто никогда не грешил. Девятая глава. Возможно ли вернуться после любого греха или нет? Тоже интересный вопрос, который нужно понять. Понятно, что вещи, которые, украл, верни, извинись, это ясно и понятно. А вот убил, человек убил другого. Можно сделать чего, да или нет. Чтобы есть, нет уже человека. И многое другое. И десятое, последнее, что дело тому, кому тяжело вернуться. А, не всем легко. Что делать? Это было вступление. На этом мы закончим объяснение всего, что относится к пути возвращения, обязанности идти этими путями. и свяжем с этим надежды наши на прощение наших греков и на помощь Всевышнего Благословенного Воведа. На этом совершается вступление седьмых ворот, там, врата седьмых завершается на этом вступление. И мы тоже тут остановимся в надежде на уже следующее занятие, раздел первый, где прояснится нам четко ясное определение, что есть чува. Тут остановимся, всего доброго, привет из Русалима. Продолжение следует...